Приветствую, любители Москвы! Вы смотрите передачу Москва железнодорожная, которая выходит каждый первый и третий четверг месяца. Сегодня у нас получается третий четверг и, соответственно, передача на своем месте. Правда, выйдет она в пятницу по техническим причинам, но, так сказать, так все на своих местах. Ну и сначала, как обычно, о новостях железной дороги, ну а, соответственно, потом немножко еще добавлю о платформе Новопеределкина. Ну и поступила статистика за январь 2023 года, которая показала, что московская железная дорога пользуется большой популярностью, она растет и, соответственно, все больше и больше количества людей на ней перевозится. И вот сейчас прирост произошел на 8%. Больше пассажиров перевезено, чем, соответственно, год назад. Именно в январе 2022, по сравнению с январем 2023 года, на 8%. А если взять МЦК, то там вообще на 11% прирост пошел. То есть все больше и больше людей пользуются железной дорогой, ну и, в общем-то, это вызывает радость, восторг у властей, да, то есть этим, в принципе, и козыряют. Вот. Но на самом деле, в общем, радости-то я особо как-то не думаю, что она должна быть в силу того, что чем больше народа, тем, как правило, ухудшается комфортность поездки. Потому что людям часто приходится стоять. Это хорошо, если еще хотя бы просто стоять, а то еще иногда просто буквально как сельдебочки набиваться, так что уже практически войти невозможно. Вот. Так что очень часто именно увеличение количества, оно приводит к потере качества, как обычно. Поэтому, когда восторгается, о, как много мы перевозим, все больше и больше, то что же в этом хорошего, да, не очень понятно. Ну, если для МЦК там все-таки еще какой-то резерв определенный есть, хотя, надо сказать, что в часы пик сейчас даже на МЦК, в общем, там тоже пробки, и народ довольно много. Так что даже в проходах стоят, и пройти очень тяжело, даже надо и войти бывает трудно. Вот. Ну, это именно в часы пик, конечно. Ну, понятно, что в дневное время там практически свободно. Вот. Ну, а что касается электричек, то, думаю, что не мне вам объяснять, насколько там все ситуация тяжелая. Вот. И как трудно бывает войти, даже просто войти иногда в электричку, вот, который ездит, особенно из дальних мест. Вот. Еще там в районе следа МЦД, поскольку МЦД все-таки ездит довольно часто, слава богу. Вот. Хоть какое-то преимущество в этих МЦД. Ну, вот. То все-таки там как-то более-менее ситуация еще ничего. Ну, вот. Что касается уже таких дальних, если кто-то едет откуда-то, вне пределов вот действий этих МЦД-1 и МЦД-2, то, сами понимаете, ситуация, конечно, очень непростая. Ну, вот. Дальше сейчас у нас вовсю там кипит работа на платформе Ржевская. Вот. Это соединительная Алексеевская ветка. Это сейчас ее назвали, правда, зачем-то Рижская. Ну, в общем, сплошная путаница. На самом деле, конечно, это платформа Ржевская. Она находится, которая на водопроводном переулке. Ну, недалеко, действительно, от метро Рижская. Вот. И там сейчас стали приезжать электрички к временным платформам. Там сейчас смонтировали временный деревянный мост и деревянные временные платформы. Вот. То есть, там сейчас идет реконструкция под МЦД-4. Ну, а части под МЦД, там же будет тоже два МЦД проезжать. То есть, сейчас там МЦД-2 только, да, то есть, это курс-коррический диаметр через эту платформу. А будет еще и МЦД-4. Вот. То есть, это, получается, Апрельвка железнодорожная. Вот. Ну, когда запустят. И вот там сейчас идет большая реконструкция. И, соответственно, пока высадка и посадка производятся на деревянных платформах. Ну, и сейчас вот стали также еще демонтировать старые платформы, которые там были. Ну, то есть, там все будет новым. Это как вот по единому стандарту. То есть, всякие нарезы на всю длину, там конкурсы. Все как обычно. Вот. Как сейчас везде это практически делают. Ну, и также сейчас тоже кипят работы на железнодорожной платформе Леонозова. Там тоже все фактически демонтируют и заново монтируют. То есть, там сейчас идет строительство новой платформы на этом основочном пункте. Вот. Тоже там временно деревянные пока платформы возведены. Ну, и идет сейчас уже сооружение постоянных платформ. А также и контактную сеть там меняют. И всю инфраструктуру, все прилегающие территории там тоже идут работы. Ну, и, соответственно, делают также еще и вестибюль, который будет интегрировано с новой строящей станцией метро. Потому что там строится метро, еще будет тоже Леонозово. Это Салатовая ветка. То есть, там ее будут продлевать от Селегерской и дальше туда, вот, в сторону Долгопрудного. И вот как раз последняя остановка именно в Москве будет именно в Леонозове, там, недалеко от Кольцевой дороги, как раз вот рядом с платформой Леонозова. Вот. И там тоже сейчас вот идут работы именно вот по интеграции метро и... И вот это новые железнодорожные платформы. Вот. Ну, и, кстати, там тоже такие вот довольно большие работы. И поэтому, кстати, в этой связи будут некоторые отмены, изменения движения поездов. Вот и в эти выходные, и в следующие выходные. Ну, так сказать, большая часть работ, так сказать, как всячески заверяют, будут проводить в основном в ночное время или там позднее вечернее. Но все равно, так или иначе, но особенно в 23-25 число, то есть в следующие выходные дни, в общем, работы будут проходить в том числе и в раннее вечернее время. Поэтому обратите внимание вот на Савеловское направление, вот там на участке Бескудниково-Марк. Ну, по сути, затронет на все Савеловское направление, поскольку там же электрички же не ездят, там до Бескудниково. Раньше, кстати, ездили. Была конечная для некоторых электричек Бескудниково, но сейчас этого нет уже давно. Вот. И поэтому там первоконечная, нам сейчас получается только вот Нахабино, да. Нет, не Нахабино, это же Савеловское направление. Это Лобня, Лобня. Сейчас до Лобни, в основном первая конечная получается Лобня, а дальше там уже туда в сторону Савелов, там Дмитров и так далее. А так вот первая это Лобня. Ну, в общем, короче говоря, вот там такие вот работы проводятся. Вот это, наверное, что касается таких основных новостей. Но что касается платформы Новопеределки, ну вот она на карте показана. Вот она, видите, на тупиковом пути. Находится она в районе Солнцево, называется Новопеределки. Ну, действительно, сам район Новопеределки, он находится буквально вот неподалеку. Вот это Новопеределкино. Вот. Ну, соответственно, конечно, более все-таки правильно было бы назвать эту платформу все-таки именно Солнцево. Хотя были как... Ну, Солнечная уже есть платформа, да. Вот она, до которой как раз идет эта вот ветка тупиковая. Ну, вот, чтобы как бы Солнцево, Солнечное, чтобы не было одно и то же, да, просто в разных видах. Ну, решили назвать Новопеределкино. Но название все-таки неудачное, по силу того, что все-таки... Ну, это другой район, несоответствие происходит. Ну, и промзона, кстати, здесь тоже Солнцево называется. Поэтому тут все связано с Солнцево. Вот. А вообще, конечно, находится Дородниковая улица. Здесь микрорайон, поселок Западный. И вот это вот, я говорил, да, вот здесь вот это вот серое выделение, это все территория Западной станции водоподготовки, бывшей Западной водопроводной станции, вот, которая производит очистку воды перед подачей в жилые дома, там, да, к потребителям происходит здесь вот очистка. Ну, и когда-то раньше очистка шла жидким хлором и, соответственно, привозили его вот здесь в цистернах. И вот эта ветка, она была создана именно для этого, для перевозки вот именно жидкого хлора как раз вот в цистернах, вы именно вот на эту станцию, так сказать, водоподготовки. Дальше пути сейчас вот уже тут не идут, а раньше они шли туда вот, непосредственно на территорию самого предприятия. И здесь вот цистерны уже, соответственно, разгружали, там, сливали хлор и дальше уже, соответственно, проходила водоподготовка, да, обработка воды жидким хлором. Ну, а поскольку сейчас другие технологии, то необходимость в этом жидком хлоре отпала и, соответственно, в перевозках. И вот эта ветка, она, по сути дела, стала ненужной. Вот, ну, кроме того, тут еще работали вертолетные предприятия, может быть, тоже пользовались, тут овощная база была, то есть тут некоторые предприятия тоже работали, которые нуждали железной дороги, когда-то раньше еще. Но поскольку сейчас уже не работали ни вертолетные предприятия, тут, видите, строится жилой комплекс «Лучи», вот она. Вот, ну, и здесь вот овощная база была тоже, там уже давно складской комплекс, вместо овощной базы, и, в общем, он, насколько я понимаю, не пользуется железной дорогой. Так что, в общем, скажем так, эта ветка, она, по сути дела, стала просто ненужной. Ну, и чтобы как-то, в общем-то, ее не ликвидировать совсем, да, а как-то ее приспособить под другое пользование, жили и отдать ее под пассажирское движение. Построили здесь в 2013 году новую платформу, вот эту новую переделки, ну, как раз. И, соответственно, вот так эта платформа выглядит. Ну, я показывал, ну, можно вот еще раз посмотреть, как видите, вот одна островная платформа, что-то более широкая. Вот, и сейчас, правда, это немножко старая фотография, а так сейчас уже «Иволгу» здесь запустили, электрички. Но они, правда, 4-6 вагонов, то есть не укороченные. Вот, а раньше когда-то здесь с этой вот платформы ездили поезда непосредственно до Киевского вокзала. Вот, и прибывали они на одну и другую сторону платформы, сейчас, по-моему, только сюда прибывают, вот на эту сторону. Так что, вот решили такую платформу построить. Ну, и построили, и вот теперь, соответственно, эта ветка с грузовой стала пассажирской. Полностью пассажирской. Но она стала фактически просто такой челночной. То есть, она, ну, она, во-первых, однопутная, и, соответственно, здесь движение только до станции Солнечная. То есть, Солнечная, но переделки. Но Солнечная, но переделки. Вот так вот они ездят. Одна электричка, она ездит туда-туда-туда-туда. Да, и так вот каждые 20 минут происходит движение. Ну, тут 5 минут всего ехать. И то она еле едет, потому что тут как бы промзона. Ну, и смысла так особо разгоняться нету. Хотя, на самом деле, можно было бы не 5 минут, а всего за 3 минуты можно было бы спокойно доехать. Но в итоге получается около 5 минут. И там отстаивается, значит, плачет 47 рублей, ну, по-настоящему, так сказать, тарифу, да. Потом на Солнечный пересаж еще 47 рублей. И в итоге получается дваная переплата. То есть, до вокзала почти 100 рублей стоит доехать. Ну, ничего себе так, да. А рядом автобусы ездят, они фактически, ну, если кто по проездному, там вообще бесплатно. Ну, если не по проездному, то есть там чуть за 50. Ну, в любом случае получается дешевле на автобусах. Да еще электричка там, кажется, 20 минут автобус побыстрее может даже ездит. Ну, короче говоря, вот такая вот метро тут, кстати говоря, не так уж и далеко до метро. Вот видите, вон Боровское шоссе, вон тут Новопеределкино. А с этой стороны, если посмотреть, тут другая, тут Румянцево, Саларьево, вот, даже поближе. Вот, то есть, можно на автобусе доехать. Ну, поэтому, скажем так, есть варианты для тех, кто живет вот тут в этих микрорайоне западном, да, и в других районах тоже Солнцево или Новопеределкино. То есть, не обязательно пользоваться этой платформой, скажем так, довольно струнительно, потому что так вот переходить, потом через этот конкорс, там целая история. Там специально, кстати, платформу построили, вот, непосредственно для приема этих вот поездов. Здесь вот на Солнечной специальная боковая платформа. Там две островных, одна боковая. Но я показывал, когда говорил по Солнцу, я показывал эту платформу, она специальная такая, как бы, тоже такая тупиковая. И вот туда они приезжают, и для того, чтобы, то есть, целая история. Там для того, чтобы подняться, для этого надо с нее сойти, потом перейти, потом войти в этот конкорс, потом там подняться, потом пройти, потом спуститься, то есть, плюс билет там. Ну, в общем, это целая история. Это вот так кажется, что, ну, что, подумаешь, там, что-то перешел с одной платформой в другую. Да нет, это все не так просто с этими конкорсами, одно мучение. Это все занимает, ну, не знаю, там, едва ли не пять минут. Да, вот, если еще тем более билет надо брать. Вот, и пока вот это все делаешь, то есть, это все неудобно, плюс переплата. Да, и получается, что эта платформа, она как бы какая-то такая вот, ну, не пойми чего. Вроде она есть, вроде как бы особо как-то популярностью не пользуются. Вот, так что, как бы ее вообще не отменили. Ну, не знаю, пока вроде таких разговоров я не слышал, но вполне такое может быть, потому что, конечно, если, скажем так, я вот ехал, у нас всего только двое ехало на электричке, ну, не знаю, может, в другие времена и побольше народу бывает. Но если так, конечно, ездить, там, по несколько человек в целой электричке, то не знаю. Как-то это, наверное, не очень рентабельно, да, получается. Ну, как-то так. Так что такая вот интересная платформа. Ей, получается, в этом году 10 лет исполняется. Вот. Здесь вот на киевском направлении. Ну, вот, так что. Ну, во всяком случае, вот я вам показал, как пока она, по крайней мере, действует. Ну, в общем, такая немножко экзотическая, я бы так сказал, платформа. Интересная. Так сказать, в этом именно, прежде всего, отношении. Вот. Кстати, здесь еще бывает перерыв. Два часа. Я уже говорил тоже об этом, да, то есть, там, с полдвенадцатого до полвторого. Вообще электрички не ездят. Все. Если в этот период попасть, то будешь тут стоять, ничего не сделаешь. Придется ожидать. То есть, тут еще обед бывает. В отличие, так сказать, от основного направления. Там все-таки побольше бывает электрички. А здесь нет. Ну, как-то так. Ну, посмотрим, как дальше будет. Ну, пока ситуация такая. Все. До новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok.